Ребят, всем привет! Я на самом деле нахожусь сейчас просто в гневе и в ярости от того факта, что в нашей стране до сих пор возможно рассылать вранье, непроверенную информацию по СМИ, порочить честь и репутацию других людей и не нести за это никакой ответственности. И второе, я не понимаю, почему паблики пропускают эту информацию, не проверяя тех людей, о которых они пишут, достоверность того, что они принимают и рассылают дальше. Сегодня практически уже Клаву Куоку моего артиста признали инагентом, потому что она выступала год назад в Германии и приводятся какие-то левые данные, почему они призывают к ответственности. Теперь давайте по факту. Первое, наш организатор в Германии это русский человек и он никакого отношения к указанным людям не имеет. Указанных людей мы не знаем, слышать никогда не слышали. Это полное вранье. Второе, приводится пример каких-то евро. За это мероприятие русский человек рассчитывался на счет компании русскими рублями, на что есть подтверждающие все документы. То есть это очередное вранье. Третье, с чего вдруг какой-то фонд решил, что выступать русским артистом для русскоязычных людей за границей, теперь это плохо. Мы с кайфом и с гордостью ездим за границей, выступаем для русских людей, куда они приходят с русскими флагами и продвигаем русскую культуру. Делали, делаем и всегда будем делать это. Из чего вдруг кому-то пришло в голову такое тупое решение, что это теперь плохо. И четвертое, что это за фонд такой, который рассылает такую информацию? Это вообще государственная организация. Вы что, вы какую повестку себе формируете? Вы чего хотите добиться? Внимание какого-то хотите или у вас другие какие-то корыстные цели? Я очень надеюсь, что получится привлекать к ответственнице людей, которые заведомо несут ложную информацию и очерняют других людей. У меня все. Добрый день, друзья и не другие. Честно говоря, вот достали вот эти хайпажоры, которые себе пытаются делать, и делают на самом деле успешно реноме на поисках врагов и объявлений инагентов. Нет, одно, конечно, дело объявить иностранным агентом Бориса Борисовича Гременчукова, который называет Россию фашистским государством и хвастается, что 16 миллионов евро собрал для ВСУ. Врет он или не верет, значения не имеет. Он, конечно же, иностранный агент и ворак. Другое дело, это Клава Кока. Я посмотрел, я, честно говоря, не являюсь поклонником творчества. Очень смутно представлю, чем она занимается. Но заглянул сейчас в ее телегу, там выложил как раз вот этот фрагмент своего выступления в Германии на русском языке, перед русскими, с российским флагом Германии в стране НАТО. Знаете, в столицкие времена был такой термин «вредитель». Еще был термин «враги народа», термин «иностранный агент» не был. Так вот, вот эти вот людишки, которые пытаются хайпануть на том, что совершенно, в общем-то, таких каких-то карамельных и безобидных артистов записать в «иностранный агент», какой-то термин для них придумал Артемий Лебедев, я читал. Не очень цензурный, по-моему, неплохо, но неважный. Так вот, эти люди, они и есть как раз враги народа. Люди, которые вбивают клин между, условно говоря, возрастными людьми моего поколения и молодняков, которые там тащатся от этих там каких-то кок, клап, на ровном месте совершенно. Понимаете, там какой-нибудь Леонид Агутин, который так жестко выступал против СГО, который вместе со своей женой Варум собирал деньги для Украины, ну, с ней понятно. Она из Львова, Западенко, здесь, в общем, даже слова не скажешь. Но он без конца выступает за границей, без конца, и не за те деньги, за которые клава ковка. И что, хоть у кого-нибудь повернется там язык его подверстать? Нет, напротив, он получает государственные контракты, государственные рекламные контракты миллионные. Вот сейчас рекламирует СПБ, систему быстрых платежей. До этого рекламировал платежную систему МИР. Не какого-то банка конкретного, а нашу российскую платежную систему. То есть, я повторю, он получает контракты от государства. То же самое Баста. Баста тоже без конца выступает. Без конца выступает за границей. Просто вот эти вот, повторю, хайпажоры, они знают, понимают, кто крышует и Басту, и Агутина, какие там покровительницы и покровители. И они, конечно, просто никогда и ни за что, ну без отмашки, конечно, не рискнут подставиться. А здесь какая-то клава-кока, что-то там такое, от чего бы не попиариться. Вот реально, они и есть враги. Вот они и есть враги. Люди, которые вот смуту такую вот здесь сеют. Пытаются нас разделить. И по каким-то этническим параметрам, и по возрастным. Вот ищут врагов. Честно говоря, вот надо бы на них обратить внимание. Они, наверное, иностранные агенты. Надо посмотреть, от кого они денег получают. Не забей меня, baby! Не забей меня, baby! Не забей меня, baby! Не забей меня, baby! Забей меня, baby! Топ неожиданных соседей встреч в самолете. Топ-один. Здрасте, вот это самолетик. Топ-три. Топ-три. Нет, подписчики. Ну и топ-один. Это просто топ. Просто топ. Как вы думаете, куда мы отправляемся такой скромной компашкой? У нас есть ли всё? Мы верим тебя. Теперь вы начаритеait эту картинку. ТыVE в及бов Israel- ak gen-over渡б段 к генн-over делал бух-с ...